МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Единство это дружба, что люди помогают". -"Единство это то, что сплочает людей". -"Для меня без одинства не может быть народа, как и народа без одинства". -"И живем в одной стране, в одной семье, в одном городе". -"Единство должно быть в душах, в сердцах, в понимании, в мыслях, ну и, конечно же, в государстве". Большой марафон вновь отправился в путешествие по Беларуси. На этой неделе в маршруте столица металлургов – Жлобин. Поэтому знакомство с городом гости начинают там, где закаляют сталь. На днях Белорусский металлургический завод отметил 40-летний юбилей. За это время здесь выплавили более 67 миллионов тонн стали. Практически по 7,5 на каждого белоруса. Чтобы обойти все цеха, и дня не хватит. Для блогеров и артистов эта экскурсия стала настоящим открытием. Такие эмоции вызывает на самом деле. И хочется показать всем своим ребятам, что этот завод как отдельная какая-то жизнь, которая кипит, какие-то определенные тут правила есть, которые изготавливают определенную продукцию. Особенно мы проезжали, где вот это вот что-то плавилось, там огонь. Такие эмоции на самом деле вызывает. Как будто чувство адреналина, такие восхищения просто. Первые эмоции и впечатления разлетаются по социальным сетям буквально с колес. Несколько минут и за кулиси Столеваров увидят миллионная аудитория. Хотелось бы, конечно, побывать в этих целях, где просто плавится, где жара, где огонь. Показать, что мы работаем. Белорус рабочий народ. Он старается для всех, для всего мира. Марафон «Единство» объединит города не только творческими и образовательными связями, но и промышленными. Жлобине дали старт новому проекту «Одно дело делаем». Серии встреч гигантов страны, которые работают вместе. На горящее приглашение металлургов быстро отозвались партнеры из Белшины. Наши предприятия являются партнерами на протяжении уже многих десятилетий. И именно этим своим действием показываем нашу сплоченность, нашу совместную работу на благо республики. Мы не стоим на месте, двигаемся вперед. В части новых разработок перед нами стоит новая задача, новая работа, в которой мы будем активно участвовать и двигаться совместно вперед. Оба предприятия связывает давняя история сотрудничества. Одни производят металлокорд, по сути, основу шины. Вторые создают само колесо. Сейчас партнеры вместе работают над новой продукцией. Только совместными усилиями можно обеспечить технологический суверенитет. Едет автомобиль и видно, что там частичка нашего труда. Одно дело делаем. Поэтому даже как-то заряд энергии получил для дальнейшей работы, что дальше будем работать и производить новые какие-то совершенствования. Я думаю, это нужно продолжать такое по всей Беларуси. Чтобы люди действительно объединялись. Я просто горд, что мы производим это. Это нужно покупателям нашим. Гордость за производственные победы сегодня объединяет разные поколения. Как и память о подвиге нашего народа во время Великой Отечественной войны. Следом за марафоном «Единство» по городам перемещается экспозиция столичного музея. Оружие и личные вещи солдат и партизан. Фотографии героев и архивные документы собраны вместе, чтобы помнили. Дедушка воевал, бабушка, да, мои. Ну а мы много слышали. Дяди, тети, детьми были еще. Когда им пришлось вот это все пережить в трудное время. Поэтому память есть. Экспозиция очень понравилась. Это история нашей страны. Мы обязаны ее знать. В Жлобинском районе есть свое особое памятное место. Известное далеко за пределами страны. Мемориал в Красном береге. В этом месте действовал пересыльный концлагерь, через который прошли почти две тысячи узников в возрасте от 8 до 14 лет. Части из них стали донорами для гитлеровской армии. Остальных отправляли на каторжные работы. Было больно на душе. И нельзя было не сдержать слез. Мурашки до тела. И такого нельзя забыть. Всегда, на всю жизнь. Пустые парты мертвого класса и тонкая скульптура испуганной девочки. Боль здесь ощущается как нигде. Ценность свободы обсуждали на нескучных ней лекциях. Руководители и медиаперсоны делились со студентами личным опытом принятия решений, которые в итоге повлияли на их судьбу. Ребята, которым сейчас 17-18 лет или скоро будет 18, это тот возраст, когда действительно в жизни происходит много всего интересного. И они выбирают профессию, они влюбляются, они познают эту жизнь. И очень важно именно на этом этапе поговорить с ними и помочь определиться. О том, как рождаются музыкальные хиты, говорили на знаковой встрече солистка группы «Аура» Юлия Быкова и композитор Евгений Орейник. Председатель общественного общества знания Вадим Гигин посвятил свое выступление теме создания новостей и роли интернета в воспитании детей. Отклик из зала был живым. «Самое главное, и когда ты общаешься непосредственно с самой встречей, и когда потом люди не расходятся. Если люди подходят, они заинтересованы, значит, тебе удалось установить вот этот контакт. И сюда, как мы видим, пришли люди неравнодушные, которым эта встреча действительно была интересна. И я вот лично получил огромный заряд энергии. Я увидел, что пришло очень много творческих людей, которые пишут песни, которые хотят петь. И они равняются на Евгения Олейника, на Юлию Быкову. Они перенимают опыт. Это очень круто, что у нас устанавливается такой диалог, и межпоколенческий даже диалог. Вопросы такие неожиданные были. По поводу того, как стартануть свой собственный проект, где нужно начинать писать песни, как можно отправить песни артистам. Вадим Франц еще задавали кучу политических вопросов. То есть темы, которые волнуют белорусов, это темы мирные, это темы, знаете, развития, это темы, связанные с непосредственно жизнью каждого человека. В руках каждого из нас не только своя судьба, но и будущее страны. Об этом жителям Жлобина теперь будет напоминать новый арт-объект – мурал на здании по улице Валькова. Руки родителей и ребенка вместе поддерживают контур любимой Белоруссии. Рядом высадили аллею поколений из 30 туй. Она будет дальше развиваться. Будем приходить сюда с детьми, поливать, ухаживать за ней. Семья и дружба, народное гуляние, традиционные ремесла, салют на 9 мая и первый полет белорусский в космос. В глазах детей понятие единства играет палитра и красок. В своем творчестве ее отразили более 7 тысяч юных писателей и 8 тысяч художников Гомлещины. Комбайн собирает пшеницу и вылаживает его в пицце, который везет, потом перемалывается и создается хлеб и всякие мощные изделия. Люди трудятся и делают важную работу. Авторов лучших работ, конкурсов, рисунков и сочинений пригласили в Жлобин. Из зала Центра творчества «Эврика» победители выезжали на своем транспорте, новых самокатах и велосипедах. Оценить проделанный страной путь от первых шагов становления суверенитета до последних достижений жители и гости города могли на выставках Белорусского телеграфного агентства, на мольбертах с фотоснимками корреспондентов, непридуманные факты истории. Мы гордимся своей страной на самом деле. Мы здесь посмотрели выставку, да, почти все затрагивает нас. Оно действительно очень нужно все нам. И все близко, родное. Вижу, что много людей, много стендов, все прекрасно. Это означает, что есть большой потенциал в Белоруссии. В знаниях о родном городе и стране соревновались 36 команд, участников городского квеста «Это все мое родное». Десять тематических станций посвятили отечественной истории, знаменитым землякам, национальным блюдам и музыке. Вошло в клуб 28 самых красивых зданий мира, соответствующих значениях. Как называется команда? Мы едины. А девиз? Мы едины, мы непобедимы. Узнали из соцсетей, сразу зарегистрировались. Очень интересно все вопросы узнать, насколько мы знаем все. Для победителей билеты на масштабный концерт «Время выбрало нас», который стал кульминацией праздника. В ярком шоу принимало участие около тысячи артистов из разных регионов страны. Мы кармянские примаки. Как звучит кармянщина? Зараз покажем. Крепче стали. Знаете, песня о таких важных и главных посылах про нас, беларусь. Потому что мы идем сквозь тернии и препятствия, сквозь какие-то подножки, сложности и справляемся с этим отлично. Зажигательные танцы, выступления сводного оркестра с мажоретками и культурный код белорусского полесья. На одной сцене профессионалы и любители. И все срывают аплодисменты зала. Я приехала из Донецка. Меня Беларусь очень тепло приняла. Мне здесь все нравится. Гостеприимство белорусов, все традиции, все устои народа. Вот пришла на праздник посмотреть очередное мероприятие прекрасное. Марафон «Единство» продолжает свое движение по стране. Эстафету праздника принимает Пинск. Марафон «Единство» время выбрало нас! Анна Корольчук, Анастасия Ерущик-Корниенко, Виталий Распопов, Вероника Сабирова. Неделя СТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин